Всем привет! Компания Xiaomi выпускает больше моделей, чем любая другая компания за один год. Xiaomi обновляет свой модельный ряд гаджетов почти каждый квартал и при этом ей удается нашуметь так, как Apple за один год. С героем нашего видео Redmi Note 7 точно такая же ситуация. Вокруг столько шума, все хвалят эту модель, но никто не сказал про минусы этой модели. В данном видео я вам расскажу три причины, почему не стоит покупать Redmi Note 7. Это будет чисто мое мнение и оно может отличаться от вашего. Итак, давайте начнем. Первая причина это немножко непонятная и неприятная ситуация вокруг цен. А если говорить простым языком, то нас немножко надурили со стоимостью данной модели. Цены, которые были названы на презентацию устройства, не совпадают ни с чем. Даже китайская версия этой модели продается на алиэкспресс на 55 долларов дороже, чем нам обещали. Не говоря уже о глобальной версии этого смартфона. Эта ситуация с ценами многих расстроила, но если подождать пару-тройки месяцев, то цены будут таким же, как нам и обещали. Но поскольку обешанного хочется сразу, то я отнес эту ситуацию с ценами к отрицательной стороне. Я считаю, что это первый минус. Едем дальше и вторая причина не покупать данный смартфон это огромный дисплей размером 6,3 дюйма. Да, в этой модели крутой яркий сочный дисплей, но размер 6,3 это реально очень много. Говорю сразу, что если вы ранее пользовались телефоном с размерами экрана 5,5, то вам будет очень тяжело привыкнуть к размеру 6,3. Я это лично знаю по себе. Особенно бесит, когда ты лежишь в постели и лазишь в телефоне, а он постоянно нарывается упасть тебе на грудь. Если ты сталкивался с такой ситуацией, то обязательно напиши об этом в комментариях. Именно по этой причине некоторые неподготовленные пользователи будут его продавать спустя месяц после покупки. К третьей причине я не буду привязывать в отсутствии NFS нет. После моего предыдущего ролика о топ 5 причинах, почему стоит купить Redmi Note 7, в комментариях многие писали, а что такое NFS? Я понял, что многие даже не знают, что это такое, поэтому я считаю, что это не минус, но и не плюс для гаджета с такой ценой. Многие заметили, что при тестировании Redmi Note 7 в играх, а именно в PUBG, он немного зависал. Да, есть такое. Как бы производитель не разогнал свой процессор, нужно понимать, что он здесь прошлогодний, так еще и не топовый. Например, в стареньком Samsung Galaxy S5, вышедшей в продажу в далеком 2014 году, в котором кстати есть NFS, имеется процессор Snapdragon 801, а у Redmi Note 7, модель 2019 года, Snapdragon 660. Да, вот такие дела друзья. Я уверен, что есть еще другие нюансы, но они проявят себя после месяца использования данным смартфоном. Так что принимайте правильные решения и делайте хорошие покупки. Всем спасибо, пока-пока, до скорых встреч!